...quite unexpectedly... ...во-вторых, много выступающих, и в-третьих, тематика существенно отличается от всего того, что у нас здесь раньше происходило. Дело в том, что в рамках этого проекта нам очень хотелось подумать о возможности подключения каких-то культурных институций к тому, чем мы занимаемся, к гражданскому образованию, подумать о том, как мы можем взаимодействовать, какие проекты мы можем совместно реализовывать. И у вас первоначально была информация, что на этой сессии будут еще и представители Музея Варшавского восстания. Действительно, мы вели переговоры о экспертизе с их стороны, потому что совершенно удивительный опыт работы Музея с детьми, с родителями, со школами. И все это делается очень эффективно, очень тонко, с учетом психологических особенностей детей, самые разные направления работы. Мы все еще продолжаем надеяться, что когда-то мы пригласим экспертов, и, может быть, вы с ними познакомитесь. Но сейчас перед вами выступят только эксперты из ГИОТО-центра и из детского издательства «Самокат». И при этом у нас намечается богатая программа, потому что будут представлены, ну не мультфильмы, а скорее информация о проекте «Хумра», анимационный проект, который посвящен правам человека, и комиксы, проект комиксов и «Респект». Мы все эти дни наблюдаем выставку, уже многие посмотрели, многие познакомились, пообщались с одним из экспертов, а именно с Анной Воронковой, которая, собственно, у нас участник семинара. И мне кажется, эти комиксы, они такое разнообразие вносят в нашу дискуссионную реальность, и придают какой-то такой интересный дополнительный смысл и дополнительные возможности для продвижения гражданских ценностей. Потому что мы понимаем, что живем век визуализации, мы понимаем, что зачастую текст и замещается какими-то визуальными картинками, образ становится даже более значимым. И необходимо это как-то использовать, если мы хотим привлечь молодежь, мы хотим привлечь детей, мы хотим обратить их внимание на какие-то гражданские ценности. И осознаем, что просто посадить ребенка за круглый стол или в любом другом формате и рассказать ему об этих ценностях будет не столь эффективно, как вовлечь через какие-то совершенно иные методы работы, которые ему покажутся развлекательными, но будут способствовать продвижению нашей тематики. И в этом смысле и мультипликация, и комиксы, и любые другие направления могут быть крайне полезными, мы подробнее об этом услышим, но, в принципе, по всему миру мы наблюдаем такую тенденцию, что все больше внимания уделяется. Еще в 80-е годы в США обратили внимание на то, что комиксы – это далеко не развлечение, и можно продвигать интерес к каким-то крайне значимым социальным проблемам, и, совмещая тексты и картинку, развивать детей. Через мультипликацию тоже можно добиться немалого, особенно учитывая, что дети могут обсуждать все это с родителями и между собой. Я даже помню, как однажды мультипликатору, одному из моих любимых мультипликаторов Гарри Бардину задали вопрос, может ли мультипликация изменить сознание, он ответил, что нет, но зато может привлечь единомышленников. Это как раз примерно то, чем мы здесь сейчас пытаемся заниматься. И нашими единомышленниками в данном случае будут выступать девушки из ГИОТО-центра, наши эксперты Марина Беляева и Татьяна Кирьянова. Не ошиблась? Да, спасибо. Они расскажут о проекте «Хумра», потом мы будем работать по проекту «Респект» с Аней Воронковой. И далее главный редактор издательского дома «Самокат» расскажет нам о возможностях привлечения внимания гражданским ценностям через книжную продукцию, через издательскую продукцию, ну а именно их, собственно, продукцию, и возможное вовлечение вас в какие-то совместные проекты и инициативы. Я сейчас с большим трудом собрала зал, потому что все скорее направились смотреть книги, и действительно это очень увлекательно. Особенно я знаю, что здесь много родителей, и эти родители знают издательство «Самокат». Как только подходят к этому столу мамочки, они сразу реагируют на какие-то знакомые книжки. И, в общем, очевидно, что это тот инструмент, который работает, который востребован, который нужен. Но я умолкаю и передаю слово Марине Беляевой. Всем добрый день. Я хотела бы коротко, наверное, такой комментарий. Мы решили немножко переиграть вот эту нашу последовательность. И все-таки сначала будет респект для того, чтобы продолжать собирать зал и внимание, потому что респект у нас будет такой более интерактивной, с более интерактивной программой, а хумора все-таки более информационной, и чтобы, может быть, как-то все собрались и не растеряли энергию, полученную во время обеда. Решили так вот сделать. Девочки, да, тогда я только попрошу, чтобы мы смотрели на часы, понимали, что экспертов много. Давайте договоримся, что до пяти часов мы заканчиваем работу над хумрой и респектом, и с семнадцати часов издательства «Самокаты» мы оставляем еще там минуточек пятнадцать на дискуссию, да? Ага. Добрый день, меня зовут Аня Воронкова. Я представляю Московский международный фестиваль комиксов «Комиссия» и Гёте-институт, который поддержал проект фестиваля с комиксами. Давайте я сразу скажу пять пунктов, которые мне кажется важным сначала сказать. Комиксы в нашей ситуации – это не пропаганда. Раз. Комиксы – это не карикатура. Карикатура – это картинка. Одна картинка без истории. Комикс – это история, которая стоит за картинкой. Если у меня сейчас загрузится это все. Вот это уже комикс. У него есть начало, завязка, кульминация и развязка. Это образовательный проект, не политический проект. Что еще я забыла сказать? Три. Я растерялась. А, и мы работаем с регионами. Сейчас это центральный федеральный регион, северо-западные регионы, северно-кавказский регион, в котором у нас координаторы. И мы готовы и открыты к сотрудничеству с другими регионами тоже и внутри регионов с учителями, учителями общества знаний, учителями, которые неравнодушны к гражданскому образованию. Ну и с учителями, преподавателями высших учебных заведений, а также социальными педагогами и психологами. Пять. Так как выставка висит уже два дня, я бы хотела, наверное, услышать от вас какие-то ваши сомнения, вопросы с самого начала. Давайте ограничимся пятью для начала, хорошо? Не предложение, вообще в данном случае что означает слово «хумора»? Меня больше не интересует. Ну потом, ну да, заранее говорю просто. Комиксы, комикс-проект называется «Респект». Он возник в 2010 году как проект за уважение к разным нациям, культурам, религиям и людям разного социального происхождения. Возник он после того, как на директора Московского фестиваля комиксов в Москве напали фашисты с криками «Ты позор, русская нация!», таких, как «Ты надо убивать!». Такого человека, которого зовут Павел Сухих, абсолютно русской внешности, славянской, да, голубые глаза, там, не знаю. Единственное, что у него дреды, да, поясы и оранжевая одежда. На какую аудиторию рассчитаны комиксы? Подростки 12+, почему это аудитория? Потому что нам, так, опытным путем мы поняли, что это как раз тот возраст, когда подростки начинают сбиваться в кучках, немножко радикализироваться, выбирать себе авторитет, за которым они следуют. Так как в школах часто, ну, у нас есть сейчас уроки патриотизма, гражданственности, но услышать или услышать от подростков, когда у них начинаются вот эти вот экстремистские немножко мировоззрения, ну, мы помогаем, как умеем. Маленький вопросик. Вот что меня смущает, да, я чуть больше, может быть, знаю этих комиксов, я по ним уже работаю со школьниками. Меня смущает то, что большая часть этих комиксов направлена, связана с национальной проблемой, ну, или с проблемой этнической, да, как угодно. То есть есть некий перекос, как мне кажется, и есть некая достаточно сложная тема, мы с Аней уже проговаривали этот вопрос, например, вопрос, связанный с гомосексуальной любовью, вот, тоже есть в комиксах. Вот, то есть меня смущают некие темы и некий перекос, вот две вещи. Спасибо большое, Аня. Когда мы задумывали этот проект, вначале он был антифашистский проект, потом мы поняли, что антифашизм уже занят, это политическое движение, мы этого не хотим. И мы делаем комиксы не против чего-то, а за что-то, за уважение к разницам. Ну, в первую очередь, то, что актуально было, так как проект зарождался в Москве, для Москвы это национальная дискриминация. Когда мы подавали заявку, мы финансируемся Евросоюзом и Гёте-институтом, мы поняли, что мы можем ее расширить, не только национальная, но дискриминация по религиозному признаку и уважение к людям разной сексуальной ориентации. Потому что такое тоже есть, как сказала Морета Чудакова вчера, что правда не бывает бесполезной. Но мы не навязываем эти комиксы, мы понимаем, что каждый учитель или каждый преподаватель или социальный педагог будет выбирать из них, как из коробки конфет асорти, то, что ему больше всего подходит для его возрастной аудитории, для его региона в том числе. Еще, Аня, спасибо тебе большое, потому что проект начался, как я сказала, уже в 2010 году, сейчас мы получили повторный грант, уже сразу на два проекта, на комиксы и на мультипликацию, хумра. И в комиксы мы включили уже социальную тему, так у нас появилось, например, мы сотрудничаем с экспертами из питерской ночлежки для бездомных, так у нас появился новый комикс, который называется «Камни», основанный на реальных событиях людей, оказавшихся на улице по разным причинам. Он уже есть в интернете, вы можете посмотреть. Ну да, в общем, камни здесь. Также про разные субкультуры, комикс, который называется такой же, как и все. Еще. Аня, скажите, пожалуйста, каким образом вы осуществляете коммуникацию со своей целевой аудиторией, если это 12+, вот какими способами вы доносите до них свое творчество? Кто выступает этими субъектами, да, это учителя, и есть ли обратная связь в вашей коммуникации? Получаете ли вы информацию и потребностей, и запрос от подростков? Спасибо. Но сейчас у нас две целевые аудитории. В первую очередь это подростки, и во вторую очередь это учителя, преподаватели, все, кто с ними работает, потому что без учителей мы к подросткам не пойдем, это наша просто правая и левая рука, преподаватели и психологи. И обычно по регионам мы находим через свои контакты, в начале респекта мы шли через преподавателей немецкого языка, потому что было проще всего, из центра двигаться в регионе сложно достаточно. Сейчас через кураторов, то есть, допустим, в северокавказском регионе у нас куратор в Дагестане, ее зовут Зайна Палиева, и дальше уже через Министерство образования, если они рекомендуют, мы идем в школы. Вот, но сейчас мы собираем как раз материал для новых комиксов, и он идет на базе очень тесного общения с подростками, про что бы вы хотели сделать комикс. И там мы уже смотрим, что реально для них актуально, чтобы не нести что-то от себя, что может быть актуально для Москвы, но не актуально для Махачкалы или Нальчика. Несколько слов о том, что вы делаете, как вы с этим работаете. То есть, не совсем понятно просто, каким образом вы приходите, чем занимаетесь, да, и просто хотя бы несколько вводных слов. Поняла. Наши основные партнеры – это учителя общества знаний, у которых рано или поздно появляется тема дискриминации или национального разнообразия нашей страны, или профилактика молодежной преступности в девятом классе. Есть два варианта. У нас есть такие книжки, они абсолютно бесплатные, и мы показываем, как с ними можно работать на уроках. Идет работа в группах, то есть они объединяются по две парты, где-то четыре, там, не знаю, шесть человек. Они читают книжку за какие-то десять минут, и потом каждая группа должна сказать в одном предложении, о чем этот комикс, и выразить свое к нему отношение. Что им согласны или не согласны с посылом автора, кто для них кажется позитивным героем, кто негативным героем. А второе самое, ну, сравниваем ответы, потому что кому-то могут достаться одинаковые комиксы. И вторая часть, самая интересная для меня, это когда в группах школьники рисуют свою историю. То, что автор не смог передать или не смог рассказать от души. Почему это интересно? Когда мы были два года назад в Ростове-на-Дону, просто в школе, просто десятый класс, и предложили ребятам нарисовать, у нас есть сценарий. Набор сценариев, в котором описаны вот такие вот методички. Она тоже бесплатная, ее можно, в принципе, скачать в интернете, или я могу вам прислать, потому что я с собой взяла шесть. Сценарий, большинство, группа одинаковых людей приходит, первый кадр. Сами выбираете, какое. В этой ситуации там были футбольные фанаты. Я и мои друзья футбольные фанаты, мальчик Андрей. Приходит другой. Потом появляется предмет, появляется конфликт, вода ни с того ни с сего, и неожиданное разрешение ситуации. Очень свободный сценарий. И что мы читаем? Просто один из примеров, почему это интересно, именно просить их нарисовать и высказаться. Группа футбольных фанатов собралась на театральной площади в Ростове. Вдруг одному из них, значит, приходит друг, показывает мобильный телефон, пришла смска. Ну, буду говорить честно, да, не обижайтесь, это детские комиксы. Ребята в Москве такие-то, такие-то русских бьют. И тут же мы собрались и побежали, и всех там, в общем, которые нам казались нерусскими, мы погнали в район Нахичвань. Потом пришла полиция, нас разогнали, и больше мы не собрались. Мораль. Жить надо дружно. Скажите, а как нарисовать район Нахичвань? Когда тебе рассказали эту ситуацию по кадрам, ты понимаешь, что проблема не в том, как нарисовать район Нахичвань. Я тоже не знаю, я не из Ростова. А проблема гораздо глубже. Вот у него мораль, как учителя хотят. А ситуация совсем вот, да. Хорошо. Так, что случилось? Где район Нахичвань? Кто там живет? Такие-то такие там живут. А кто они у вас? Узбекистан или азербайджанцы? Азербайджанцы. В каких домах они живут? В многоэтажных или собственных домах? Частных? Частных. Чем они отличаются от других? У них там две машины, пять машин. Там одноэтажные, двухэтажные, деревянные, кирпичные. Ты им задаешь эти вопросы, они начинают вспоминать. Они начинают ориентироваться вообще. Есть ли этот район? Знаю ли я его? И потом идет ключевой, наверное, вопрос. А как вы узнали, что вот этих вот надо туда гнать? Что они из этого района, что они азербайджанцы. Ну, у них черные волосы, черные глаза. А я? Они говорят, ну вы нет. А почему? Потому что вы по-русски чисто говорите. Хорошо. Можно выйти на конфликт, азербайджанно-армянский конфликт, потому что как вы определите? И что потом будет делать армянин в азербайджанском районе? Можно выйти на другой вопрос? К вам приехали испанские студенты, которые изучают русский язык, обожают русскую литературу, русскую историю. Ради этого они приехали в Ростов. А вы их вот так вот встречаете и погнали в район Нахичвань. Как они потом оттуда будут выбираться? То есть наша задача услышать, услышать эти противоречия и потом задать правильные вопросы. И уже что дальше делать с этой информацией, мы, наверное, передаем это учителям. И наша задача сделать диагностику первичную. Аня, вы очень часто сказали такое слово «бесплатно», «бесплатно». Вот я, например, объясняю всем, что бесплатно даже сыр в мышеловке никто туда бесплатно не ложит. Вот я хотел бы у вас понять, вот эти слова, которые слова вульгаризма, вот здесь очень много, да, там прописано, какой смысл в школе, что это должно слишком быть доступно для ученика? Бесплатно, да еще и доступно, понимаете? Вы про что конкретно? Про то, что комиксы бесплатные или слова вульгаризма в самом... И слова вульгаризма, и что вы говорите бесплатно, это не совпадает с теорией, так сказать. Может быть, я немножко волнуюсь. Почему я говорю, что это бесплатно? Потому что когда мы... Ну, вчера мы ставили проблемы, реальная ситуация в школе, и что бы хотелось, и что нам для этого мешает. Мы все сталкиваемся с финансированием. Я переводчик по образованию, фрилансер. Я понимаю, что для учителей, которые работают на зарплату, какие-то дополнительные, особенно цветные материалы, они часто бывают платные, и для этого нужно выбивать, финансирование. У нас есть сейчас возможность в течение двух лет сделать, напечатать и поделиться инструментом, который, если вам подходит, вы можете его использовать. Если не подходит, пожалуйста. Есть еще музыка, есть еще дебаты, дискуссии, анимация. Вот то, что мы от вас за этот денег не хотим, вот просто это основной посыл. У нас на это выделен грант, то есть мы его выиграли абсолютно честным путем. Слова вульгаризма. Когда мы делали первый проект, который здесь сейчас висит, мы не работали так тесно с учителями. У нас не было экспертизы, которая бы сказала, вы знаете, вот это слово, например, не подходит для нашей целевой аудитории, вот это грубовато. И может быть, сленг, который там использовался, это же все-таки разговорный жаргон, которым мы дома, на кухне, на улице говорим, и дети это слышат. Нельзя делать вид, что они так друг друга не называют, надо еще хуже. Но все-таки вот сейчас мы эту ошибку учли, и общаемся более тесно. Я думаю, что исключение есть, что в семьях говорят только на матерном языке. Но это такой мизерный процент, мне кажется так вот, что, а когда в комиксах становится это доступно, и ученик начинает это пропагандировать, это становится уже обычным. А стоит ли это делать? Вчера мы говорили о том, что мы живем во время, когда нельзя изолироваться от всего мира, что даже в глухой деревне человек все равно находится в окружении всего мира, благодаря телевизору того же самого, тому же самому. Наша задача – научить подростков ориентироваться в этом множестве культур и выбрать для себя подходящее. Правда? Я вот хотела бы, может быть, Аню дополнить, как коллега, который сопровождал вот эту первую часть «Респекта», в общем-то эти книги с первой части «Респекта», и, может быть, вот язык, который изначально вызывает такое отражение или непонимание, используемого вульгарных слов, сленга, это была попытка организаторов и создателей проекта поговорить на языке молодежи о сложных темах. Но это был такой, может быть, шаг навстречу молодежи, но идея была в том, чтобы эти комиксы использовались с участием и проговаривались с участием координаторов и, собственно, педагогов, с участием… Не просто давались детям, там, отпускали свободное плавание, а что проговаривались. Те сложные темы, те сложные, там, моменты, проблемы и анализировались. То есть это вот такая небольшая, может быть, попытка заговорить, развернуть молодежь вот к диалогу. А ведется ли какой-то мониторинг того, что вы делаете, то есть как это влияет, как вы измеряете, плюс, ну, работают ли тогда психологи, филологи, да, кто, собственно, просматривает перед тем, как вы выпускаете эти комиксы, да, печатаете их? Ну, до этого мы сами филологи, то есть просматривали мы сами, и есть моменты, где мы какие-то вещи не учли, мы, наоборот, шли на открытие, на, как Марина правильно сказала, на доступный язык. Не на язык Толстого и Достоевского, это наши дети получают в рамках школьной программы. Мы хотели предложить что-то большее, то, что не в рамках школьной программы, что-то другое. Сейчас мы работаем очень тесно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом. Они нам помогают с экспертизой комиксов до печати. Новых комиксов здесь еще пока вы не увидите, только в интернете. И тоже нам предоставили магистранты, которые нам помогают. То есть для нас это исследование, в том числе, совместное. Как выбирается проблематика? Вы говорили, что даже в конкретных школах там возникают какие-то идеи, и вы не хотите навязывать что-то значимое для вас, пытаетесь услышать этих людей. Но невозможно издать все для всех. По какому принципу определяются эти проблемы? У нас было заявлено, что мы издадим 12 комиксов. Тема мы выбрали более широкий, чем просто национальная дискриминация. И в марте-апреле этого года мы проводили опрос учителей, учителей общества знания и социальных педагогов-психологов по регионам. Центральный, Северо-Западный, Северно-Кавказский. Я лично была в Ярославле, где познакомилась с Анной Урядовой, была в школах. Ярославль, Тверь, Орел и Подмосковье ближнее. Да, и запрос к НКО и коммерческим организациям, которые как раз тоже наша будущая целевая аудитория. Какой инструмент им нужен? Какие проблемы их волнуют? Национальную дискриминацию назвали немногие, потому что немногие себе считают, что это проблема. Многие учителя считают, что это нормально. Например, борьба с алкоголизмом, профилактика алкоголизма и наркомании, игромании. Это было одно из самых номер один, но, к сожалению, это не наш проект. Здесь есть специалисты, которые занимаются этим. А выбор этих тем сильно отличается в разных регионах? Допустим, Махачкала, Ярославль, я не помню, кого вы еще назвали. Сильно отличается, насколько учителя готовы признать, что проблема есть. Вчера было сказано, что, как правило, чем меньше город, тем больше нетерпимость. И эта нетерпимость считается нормой. То есть если в Москве мы считаем, что это проблема нетерпимости, потому что были прецеденты в новостях, все мы видим. Допустим, для какого-нибудь маленького города Ступино, это норма. Это наша земля, все остальные приезжие. И учителя считают, что это норма. Например, в Орле, в школе, в которой работает экспериментальная платформа по воспитанию толерантности, учителя тоже считают, что есть мы, коренные, а все остальные приезжие. А к кому же вы воспитываете толерантность или уважение? К кому вы воспитываете уважение? 20 учителей ответили, ну, понятно, к учителям. Ну, вот как бы осознание этой проблемы, но еще не у всех пришло, скажем. А как измеряются критерии эффективности? Какие существуют критерии эффективности в вашей деятельности? Что вы считаете своим успехом, допустим? Что я считаю своим успехом? Пока могу сказать только за себя, наверное, потому что у нас есть кураторы, я работаю по Центральному федеральному округу. Для меня, наверное, самый большой критерий успеха это то, что организации, наши эксперты этими комиксами пользуются. Это воспитательная колония Можайская, организация по защите прав несовершеннолетних преступников. Для них у нас тоже есть новый комикс, и мы как раз работаем с ним, он с пустыми баблами. То есть подростки могут сюда сами вписать диалоги, что происходит на самом деле в жизни. И для меня, наверное, достижение было, когда после поездки в Дагестан две недели назад, перед поездкой я была в московской школе, меня спросили, ну да, узнайте у них, интересуются ли они искусством, читают ли они книги. И вот поехать в Дагестан, попросить в школе тех же самых подростков 14 лет нарисовать их Дагестан, рассказать что-то про свой город Махачкалу с любовью, привезти эти комиксы в московский лицей, очень продвинутый лицей, посмотреть на реакцию и спросить, ребята, Дагестан где это? Не знаю, где-то там. Как вы считаете, это Россия? Нет, нет. Кто считает, что это не Россия? Когда шесть из восьми поднимают руки, что Дагестан это не Россия, а потом видя комиксы, смотря список книг, которые читают не школьные программы, что дагестанские школьники тоже читают те же комиксы, которые читают московские школьники, смотрят те же самые фильмы, интересуются теми же самыми вещами, потом он пишет письма, где написано, дорогие друзья, про Дагестан я почти ничего не знал до сегодняшнего дня, но теперь я знаю, что у меня есть много братьев дагестанцев, и я тоже люблю японские комиксы манго, и давайте как-нибудь, а вам бы хотелось бы приехать в Москву, а я следующим летом поеду с мамой в Дагестан. Мне кажется, для меня это самое большое достижение, я не знаю, можно ли это измерить баллами. Но вот на данном этапе, вот на сегодняшний, там 29 октября это... Аня, скажите, пожалуйста, а есть ли примеры негативного восприятия содержания комиксов подростками, или это только позитивное влияние? Мне нравится, когда есть отрицание, потому что если есть какое-то отвержение, у нас такого нету, нарисуйте как у вас, для меня это выход в диалог, для меня самое важное это продукция. Не столько ресепция, не то, что они прочитали, запомнили и повторили зазубренные материалы, а то, что они рассказали, что они на самом деле думают, как правильно, по их мнению, должен быть устроен мир, и как на самом деле это существует. Поэтому не могу сказать, что это вот негативно-негативно, от воспитателей есть. Может быть, добавить, есть, может быть, не то, что негативное восприятие комиксов, может быть, неприятие отдельных историй. Например, общеизвестная история про ёжика, которая очень нравится взрослому поколению, например, молодёжью, ну, не воспринимается всерьёз, и как-то, может быть, даже отрицается. То есть, если просто именно по отрицанию отдельных историй, а вот не отрицание темы, не отрицание вот этого сложного комплекса проблем. Ну, из таких примеров у нас ещё есть такой комикс, который называется «Настоящая история скинхедов», про то, как скинхеды не были скинхедами. На самом деле, это был стиль музыки, который объединял и чёрных, и белых из рабочих кварталов, и как потом это стало экстремистским движением. Когда мы были в Махачкале два года назад, это была моя первая поездка на Северный Кавказ с выставкой, это был единственный комикс, который не взял никто, потому что он чёрно-белый, потому что в нём много слов, ну и, конечно же, из названия. Когда мы вернулись... А, художник этого комикса поехал с нами. Когда мы вернулись в Москву, мы обнаружили в ЖЖ, во всяких блогах, переделку этого комикса. Это, наверное, тоже, как бы, с одной стороны, неприятие этой истории, да, скинхедом. Ну, кто... Ну, что за содержание? Он назывался «Настоящая история мусульман». И мне кажется, это была лучшая история по уважению к религии, которую ни один художник бы не сделал. Потому что заканчивался он такими же словами, как здесь, только говорилось. И когда я встречаю ещё такого же, как я, выкинувшего ненависти с головы и оставшегося самим собой, я говорю ему «Аллаху Акбар» и что-то дальше продолжение. И у меня, к сожалению, в книжке его нету, только в вордовском файле. И в скобочках был перевод на русский язык. И там была краткая история ислама, когда он возник, где и как. Аня, скажите, пожалуйста, вы сказали, что комиксов много, тем и проблем много, которые они освещают. Нет ли такого опасения перекормить подростков таким упрощённым восприятием жизни? Это точно ко мне вопрос? Телевидение, что... Это уже ваш продукт. Что? Это уже ваш продукт. Какой продукт? Комиксы. Подростки, которые учатся у вас, смотрят Симпсонов и так далее. Телевидение никто не отменял. То есть мы начали работать с комиксами в конце 2011 года. Не знаю, перекормить каким-то продуктом наших сегодняшних подростков. Они уже приходят... Слушайте, 14 плюс, это уже поздно. Они мне говорят, что в 14 плюс нет, потому что если вы что-то хотите до нас достучаться, приходите, когда нам 12 лет. В 12 мы уже сформировали своё собственное мнение. Перекормить? Не знаю. Может быть, в 7-8 лет можно чем-то перекормить. Если заставлять, можно перекормить. Но мы же не заставляем. Это вот инструмент, который я люблю. Инструмент, по которому я в своё время изучала иностранный язык. Я филолог, который закончил филологический факультет, практически закончил аспирантуру. Я люблю комиксы. Вам не нравится? Вы не обязаны. Аня, можно ещё? Можно ещё? Аня, скажите, пожалуйста, наверняка, и здесь все мы понимаем, что комиксы могут быть действительно интересным средством обучения и воспитания, и могут успешно использоваться и в рамках урочной деятельности, и в неурочной. Скажите, пожалуйста, на настоящий момент существуют ли методические рекомендации для педагогов как раз-таки по использованию комиксов в различных видах деятельности? В урочной, на каких этапах урока, например, в неурочной работе? Спасибо вам большое за конструктивный вопрос. У нас есть такое методическое пособие, которое делали мы, но я занималась тут отделом воспитательной колонии и детские дома, и школы-интернаты, МПД, молодёжное правозащитное движение, их специалисты по тренингам, и психологи, и преподаватели Ижевского колледжа. То есть здесь есть поплановый, поминутный урок, что-то мы можем использовать, там есть описание этих сценариев, которые можно использовать на уроке. То есть вы не должны идти с нашими книжками, но вы можете прийти с какими-то идеями, предложить их своим школьникам, ученикам старших классов. Расскажите, а что вы думаете про это? Большинство? Меньшинство. Россия? Америка. Что угодно. Просто давайте я вам покажу такие механизмы, вы скажете, подходят они вам или не подходят, смогли бы вы использовать или нет. Хотите? Хорошо, тогда мне нужно будет, наверное, Марина, поможешь мне раздать бумагу? Да, всем. Ручки у всех есть, да? Спасибо. Давайте так, пока мы раздаем бумагу, сформируем мини-группы. Ну давайте, как вчера, по 10 человек, 7-10 человек. Развернемся. Наша история будет про большинство и меньшинство. Вы не против? Это какая, такая, наверное, самая базовая тема, с которой легко будет работать в группах. Давайте тогда развернемся. Но от каждой группы будет одна история. То есть вам тоже придется договориться, как вчера. Примерно все сидят на одних, тех же местах, уже все друга знают. Моя группа там где-то сидит. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Комикс это раскадровка к будущему мультфильму. Воспринимать это так. Рисована история, по которой можно снять мультфильм. Поэтому вы делите свой лист, общий лист на 6 кадров. На 6 кадров очень легко. Кладете горизонтально. Одна горизонтальная черта, две вертикальные. Получается 6 кадров. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так будет развиваться наша история. Несколько правил. У нас будет на создании истории 10 минут. 10, максимум 15. Значит, вы должны будете рисовать очень быстро и очень символически. В этой истории в каждый кадр не поместятся ноги, ботинки, шнурки, шляпы. Поэтому выбирайте самое важное. Каждый герой, если он говорит, он будет как бюст Ленина. По плечи. Это буду я. Шея даже ему не нужна. Голова и плечи. У меня, по-моему, вот такая челка на один глаз. Я так себя представляю. Ну ладно, сегодня у меня еще хвостик. Улыбка, надеюсь. Шарфик. Шарфик. Вот это я. Это просто пример. Вы можете на обратной стороне вашего листка нарисовать себя. Также схематически у вас есть на это 2 минуты. Попробуйте. Это не так сложно. Квадрат, который будет вам ограничивать пространство и будет вашим кадром. И я. Давайте я еще кого-нибудь нарисую. О, о, так. Я уже знаю Гамида. Так, и я не помню имя. И Тимура. Так, Гамид, покажитесь. Характерные. Ого. Так. Гамид также. Что самое характерное у Гамида в лице? Очки, которых нет у Тимура. Значит, нам будет их легко отличить друг от друга. И прическа такая, челочка у него. Так. И вот такая улыбка. Что у него характерно вот в этой части? Что у него, футболка или рубашка? Воротничок. Открытый или закрытый? Открытый. То есть вот у него будет вот так вот. И что у него еще? Пиджак. Так. Здесь у него будут точечки. И вот у нас уже получился Гамид. И наши герои, они говорят. Говорят они баблами, такими пузырями. Я Гамид. Я люблю что-что? Поспать. Мы это нарисуем так. А дети ваши нарисуют потому что они все читают комиксы. И нам уже не нужно писать я Гамид. У нас есть еще Тимур. Чем Тимур отличается от Гамида? У него другая форма лица. Ваши герои должны быть разные, чтобы они отличались. Вы можете играть с формами геометрическими. У Гамида продолговатый такой овал. Тимура мы сделаем квадратом. Или прямоугольником, чтобы немножко сгладить. И плечи у него тоже такие будут квадратные. Нам же не важно сходство. Правда? Мы же не портретной живописью занимаетесь. Челочка у него такая. Так. Что-то еще характерное у него. Полосатая рубашка. И смотрите, рубашка у него застегнута на последнюю пуговицу. И это важно. Потому что у него будет другой. Тут уже мы сможем их различать, даже когда Гамид снимет очки. Не знаю. Так. Точечки. И пиджака у него нету, да? И полосатые. Так. И вот такая у него скептическая улыбочка. Гамид, что вы любите? Ой, Тимур. Да. Так. Пусть у него будет в руках апельсин. Да? Не знаю. Я Тимур. Хорошо. И девушка рядом. Пусть у нее будет такая пышная фигура. И челка. Хвостик, челка и губки бантиком. Вот. Хорошо. Нарисуйте себя. У вас есть две минуты. Я Аня. Что я люблю? Нарисуйте с другой стороны, чтобы у вас просто был ваш герой. Можете в первый кадр. Как хотите. Вот этот лист мы с вами готовим для будущей истории. Которую мы будем озвучивать вместе. а вы параллельно в группе будете создавать свою. Нарисуйте себя, чтобы вы попробовали, кто это, хотя бы где-нибудь. Почувствовали. Потемнее фломастер. Спасибо. Настя, спасибо. Это бесценное замечание. Так. Так. Ну, они должны уже быть разными. Конечно, когда есть усы или борода, или когда у девушек разные прически, конечно, это гораздо проще. Хвостики там сверху, длинные волосы, косичка сбоку. Это, конечно, все гораздо проще. Итак, готовы? Покажете? Есть у кого-то, что покажете? Отлично. Вот у нас здесь уже кое-кто есть. С косичкой на правом плече, на левом. Получилось. Любит поесть. Не хватает там тортика или еще чего-то, что она любит поесть? Отлично. Цветы. Здорово. Цветы, украшения? Отличный персонаж, уже готовый. Значит, теперь смотрите, самая главная наша работа, которая рассчитана на 10 минут. История будет про большинство и меньшинство. Здесь будет большинство. Любое. В первом кадре. Давайте, в каждой группе вы выбираете свое большинство. Мы в этой группе давайте выберем большинство. Называйте. ваша задача создать комиксы. первое будет большинство сидит, что-то делает. Все будут так вот по плечи и голова. Здесь придет один представитель, один другой. Может, он не меньшинство, но он просто другой. Как в той истории про Ростов. Там были футбольные фанаты, пришел друг. В вашей ситуации кто будет? В одной немецкой школе, где основной язык, ну, английский и немецкий конкурируют, дети, группа немецкого языка сказала, у нас большинство школьники, изучающие английский язык. Как они выглядят? Так, учителя у нас будет большинство или меньшинство? Ученики. Учителя большинство. В нашей ситуации, в вашей, в каждой группе свое большинство. Как выглядят наши учителя? Сколько их будет, во-первых? Сколько у нас здесь уместится? Пять. Так, будут ли они мужчины и женщины, да, смешанные? Так, прическа учителей. Очки, да, на самый главный атрибут? О, отлично. Так. Мужчины, как будет выглядеть? У них будет гладкая прическа без усов и бороды, да? Небритые. Лысые. О, отлично. Лысые мужчины. Так. И женщины, какая у них будет прическа? Пучок. А у вас? Ну, я имею ввиду, ваш вариант. Начос. Учителя. Сейчас учителя будут дулька, да? Сбоку. Какого возраста наши учителя здесь будут? Лет 50. Как в одной махачкалинской школе мне сказали, типичный учитель это лет 80. Их молодая учительница лет 25 на задней парте сказала, спасибо, ребята, вспомнили обо мне. Так, значит, у нас учителя, мужчины будут в костюмах, правильно? Или нет? Мужчины? А, точно. Давайте этот будет физкультурник. У него здесь будет, что там у него будет? Адидас такая. А, здесь у него будет шапочка. И свисток. Слушайте, вы издеваетесь надо мной, и свисток. Ну, не знаю. Так, учитель физкультуры, учитель, ну, давайте, ну, что еще? Учитель с глобусом, который, да, плохо преподавал географию своим детям. Так, вот здесь у него будет. Учитель труда, как он будет выглядеть? Что, 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 что? Учитель табуретка, старенький, да, наверное, или как? У меня был старенький с бородой, лысый, да? Нет? С топором. Учитель труда. Так, знаете, я никогда в жизни не рисовала топор, и это сейчас мой триумф просто. Что забыли нарисовать? Издеваетесь. И бороду я забыла, тоже ему нарисовать. Так, подождите, дайте мне на старичке сосредоточиться. Я рисую то, что вы говорите. Ну, пусть это будет учитель труда с большой толстовской бородой. Не знаю, учитель труда у меня не получился. хорошо, вы рисуете, вы же рисуете лучше, чем я, попробуйте ваш вариант, ладно? У меня уже клеточка закончилась, учителя тут у меня все заполонили. У нас появились варианты. Большинство, что там у нас мужчины, в этом кадре приходит меньшинство женщины. Один вариант, то есть приходит одна женщина. У нас уже смешанная. Уже Ирина Балахонова сказала, что у нас большинство это учителя. Ну, хорошо, все они там мужчины. Забудьте про хайер. Сейчас всем нарисуем воротнички. Так, все учителя мужчины. Сидят они? Где они находятся? В учительской. Ну, на учительскую мне не хватит места. Я нарисую просто часы, которые показывают три часа. Это понятно, что они в комнате. Да, и педсовет. 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 Так, в первом кадре у нас большинство. У вас какое большинство вы выбрали? Еще не выбрали. Кто-нибудь выбрал свое большинство? А-а-а. Хорошо, приходит кто-то другой. Вариант. Приходит женщина. Приходит директор. Приходит ученица. Так, родители. Давайте так, завхоз. Кто за директора? Поднимите руки. Чтобы здесь появился другой директор. Директор женщина. Нет. Ученица. Ага. Родитель. Нет. Родитель. Кто у нас еще был вариант? Завхоз. Милиционер. Милиционерша. Уборщица. Уборщица. Кошка. Уборщица. Все за уборщицу. Обязательно. А вот какая? Потому что я бы нарисовала вот такую. А вы? Гордая или подавленная? Гордая или подавленная? В чем? В купальнике? В купальнике? У вас своя история. То есть у вас тоже самый сценарий, но большинство и другое у вас абсолютно другие. Вы параллельно рисуете или обсуждаете, кто у вас будет? Я для вас тут только вдохновение. Аня, напомните еще там механизм. Там кто-то другой, да? Большинство. Просто поэтапно. Просто скажите, кто должен появляться в этих группах. Вначале мы рисуем большинство. В первом кадре. Во втором кадре приходит кто-то другой. Давайте справимся с этой историей. В чем она? В халате, да? В платье? В платье или в халате? Как горничная? А как горничная? В фартуке? Зато у нее фартук чистый. Так, мои коллеги мне говорят, что все это у нас упорщица злая, грязная такая. Но она просто вся в черном. Зато у нее чистый синий фартук. И душа чистая. Хорошо. И что у нее еще чистое? И пол. Мы нарисуем, он сверкает, да, от чистоты. Но мы не будем увлекаться деталями. Значит, сидят на педсовете учителя. Все у них хорошо, обсуждают важные проблемы. И вдруг приходит уборщица. В третьем кадре у нас должен произойти конфликт. Они должны поднять ноги, поджать ноги под столом. Или она хочет, чтобы они все вышли. Какие еще варианты? Подождите, это она к ним пришла? Хорошо, конфликт. Так как места на кадре мало, мы будем общаться с символами. То есть у нее вопрос, у уборщицы. Часы, потому что уже три часа. Или там не знаю, сколько у вас будет, пять, шесть. И восклицательный знак, что типа пора, друзья. Нам нужно нарисовать, что она уже в этом кадре злая, напряженная. Тогда мы нарисуем вот такие вот черненькие. Пара у нее такой черный идет, как от сожженного чайника. Наверняка. Запомните это в момент. Так, в третьем кадре у них происходит конфликтный диалог. Что там происходит? Как научить уважать учителей? Другого. Другого. Так, на заднем фоне у нас будет две дерущиеся фигуры, из которых тоже такой черный пар. А здесь у нас будет учителя. Фрагмент бабла. Как научить уважать другого? Здесь у нас будет стол. Здесь у нас будут символические эти фигуры с очками. лысые, какие у нас там еще были, в шапочке, с челочкой. Здесь должен быть конфликт. Как научить уважать другого? А что говорит уборщица? Она прям так говорит? Уборщица в школах так говорит? Простите, мне надо выполнять мои обязанности. Чего это тут все сидите-то? Согласна? Ну как ваши уборщицы говорят, да? Еще раз. Тимур, вы за вежливую уборщицу, да? А конфликт-то как мы сделаем? Подожди, а какого вы тут сидите домой? Пора это разве там мат где-то проскочил? Микрофон, микрофон. Можно ведь просто-напросто вежливо сказать. Не могли бы вы быть так любезны, чтобы вышли из аудитории? А там, извините, но мы не можем. А с чем это связано? И так очень вежливо, в принципе, можно создать конфликт. Почему бы нет? А не будете ли вы любезны вот буквально через 10 минут прийти и убраться? Тоже вариант, верно же? Смотрите, на кадре мне не хватит места на такой большой диалог. Поэтому давайте я в вежливой форме, насколько мне сейчас позволила ситуация, не могли бы вы, а пошли бы вы домой? И нам нужна вежливая грубость, правильно я понимаю? То есть она хочет их, как бы, проводить домой, да, показать свою власть. Или там, не могли бы вы? А не пора ли вам? А не пора ли вам? А не пора ли вам? Что у нее там? Граждане. А не пора ли вам граждане? Да? У нас, значит, ситуация. Большинство приходит другой, уборщица. Большинство обсуждает свои дела. Уборщица говорит, а не пора ли вам граждане? Здесь уже понятно, да? Что она имеет в виду уходить. Значит, у нас появился конфликт. Здесь у нас появляется предмет. Топор. Здесь у нас появляется реплика из-за кадра. Кто-то говорит, мы не видим кто. Или что-то звучит. Мы не видим что. И здесь неожиданная концовка. Какой хотите? Какой здесь предмет появляется в этом диалоге? Ведро с водой. Ведро с водой. Что с ним происходит? На ноги. Ведро с водой выливается на ноги всем окружающим. Не против? И мышка. И мышка. Они громко кричат. А-а-а! От неожиданности. Реплика из-за кадра. Реплика из-за кадра. А я вас предупреждала. Так, это, мне кажется, уже неожиданная концовка. Ну давайте, может быть, еще что-нибудь придумайте более неожиданно. Реплика из-за кадра. Так. Спасибо. 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 Хорошо. А чем он закончился-то? Что происходит с этими учителями? Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что они говорят, типа, научили на свою голову, или вот оно вам, гражданское общество, я не знаю, что хотите. Попробуйте, построите с такими гражданское общество. Да? Ну, это наш вариант. Неожиданная концовка. Или день удался. Смотря кого вы здесь нарисуете. Если вы нарисуете уборщицу, у нее будет день удался. Если вы нарисуете учителей, у них будет попробуйте создать, построить с такими гражданское общество. Вот еще несколько вариантов. Мыться сегодня не надо. Из той группы было предложение по поводу уборщицы, про ее личную жизнь. Вообще, когда у вас появился готовый комикс, вы можете с любого момента, который вам кажется той самой зацепкой, попросить группу эту же или другую, если комикс всем понравился, в следующий комикс рассказать про этого персонажа. Почему она такая злая? Кто ее уже разозлил в этом кадре? И что было до этого? В принципе, опираясь на любой из кадров. Второй вариант, если вы работаете с какой-то такой проблемной ситуацией, как наша, у которой выход, вот стройте с такими гражданское общество, выход такой неочевидный. Можете спросить у группы, с какого бы кадра вы бы изменили ход сюжета, чтобы все пошло так, как вам нужно? Где бы вы могли это повернуть так, чтобы это было позитивно? Ну ладно, готовы у нас проекты, пока мы рисовали. Группа, которая рисует комикс, поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я вас видела. Раз, два, три, четыре. Вы одна группа, да? Четвертый кадр появляется предмет, любой. Пятый кадр – реплика или звук из-за кадра от кого-то, кого мы не видим. Это может быть даже звонок, это может быть все, что угодно. Это может быть мышка, которая пищит. Мы не вставили. Третий конфликт – экспозиция, завязка, конфликт. Предмет. Предмет. Появляется какой-то предмет, который ведет к концовке. Дальше мы уже спускаемся, спускаемся к шестому, к неожиданной концовке. Про то, что концовка неожиданная, вы говорите в самом конце. Иначе они вам выстроят немножко скучную историю. Спасибо. Да. Спасибо. Да уже? Да. Нам понравилось. Отлично. Давайте попробуем, кому понравилось, с эмоциями поиграть. Хотите? Так как я смотрю, что задействованы не все, давайте порисуем эмоции. Да, у вас есть там на группу человек, который рисует, люди, которые активно ему подсказывают сюжет, сценаристы. Мы с вами пока еще попробуем какие-то основы. Давайте из тех учителей, которых мы уже рисовали, выберем любого персонажа. Кто у нас там был? Физрук? Трудовик? Учитель географии? Физрук? Не знаю. Ну ладно, пусть у него здесь будет Адидас. Так. Сделаем физрука счастливым. Что нам для этого нужно? Вот такое. Немножко кривую, потому что он мужчина, он не может улыбаться так. Можно так. Китаец. Можно так. Но он так улыбается, что у него мешочки под глазами, вот здесь у него скулы. Но мы так. Да, улыбается. Но они все колобки, вот у них плечи. Так. Физрук улыбается. Физрук сердится. Что у него изменится у физрука? Свистит. А что у него? Хмурится, да? Со ртом у него что-нибудь происходит? Так. Наш физрук будет сердиться. Он может сердиться вот так. Он рассердился. Когда человек сердится, когда вы хотите эмоцию... Да, можно мешочки оставить. Вот, кстати, Angry Birds отличный пример для выражения эмоций. Когда человек сердится, у него глазки становятся маленькие, они собираются в кучку. Рот вот тоже может изгибаться как-то там. Брови обязательно вот под углом 45 градусов или 30, если хотите. И шапочка у него так еще плотно. О, да, да, да. На бекрень. На бекрень. На бекрень. Хорошо, он на бекрень. Здесь у него ухо. Так. Адидас. Какие еще эмоции могут быть у физрука, кроме радости и злости? Удивляется, хитрость, а что еще? Учителя. К дамам. К дамам. К дамам. К дамам. Так. Покажите мне, как физрук подходит к дамам. Что у него должно измениться на лице? Брови. Такие, да, легко поднятые? Звездочки. Сейчас еще что? Заигрывает. А что у него с артом происходит? Так. Так, здесь мы нарисуем дергающийся висок. Улыбка у него есть или он серьезный, когда он к дамам подходит? Давайте пусть у него будет вот такой вот. Раз. А глазки какие у него? Какие? Глазки у него вот такие? Или вот такие? Ага. Да? Хорошо. Так. Он шапку снял и даже шапку снял. Потеет. А, и потеет. Вот, да. Потеет? Подождите. Тут у него висок дергается. Там он потеет. Ну, хорошо. Пусть он еще и потеет. Мост у него не провалился. У него сдержана улыбка. Он флиртует. Здесь у него там звездочки. Нет, даже звездочки не пойдет. Здесь у него сердечки. Все, да? Ладно. Так. Ну, все. Значит, с эмоциями немножко здесь. Остальное можно посмотреть в интернете. Хорошо. Так. Друзья, пока вы дорисовываете, наверное, мы не сможем. Если останется время, мы обсудим. Если нет, я бы очень хотела посмотреть, что получилось. Нас уже торопят. Напоминаю, это вам сценарий. В большинство приходит другой. Конфликт. Предмет появляется. Звук или реплика из-за кадра. Кто-то там третий, который вмешался в это. Неожиданная концовка. Получили от детей историю. Дальше вы с ней можете работать, как вы хотите. Что увидели, что вас заинтересовало, развиваете дальше на следующем уроке. Пожалуйста, дорисовывайте свою историю. Назовите ее как-нибудь. И обязательно подпишите. И не выбрасывайте. Я передаю микрофон своим коллегам из анимационного проекта «Хумра». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот мы теперь переходим к нашему второму проекту. Проект, который тоже проводит ГИОТА-институт в сотрудничестве с российскими, и российским, украинским, белорусским, грузинским партнерами, и еще немецким партнерам. Проект, который, собственно, возник из идеи респекта, первой части респекта. У организаторов, у координаторов, у нашей целевой аудитории появилась потребность продолжить разговор на сложные темы, на темы, которые неоднозначные, которые не так просто донести до... ну не то что там до детей, до подростков, до взрослых даже. И из желания работать дальше с визуальным образом... Вот родилась идея второго проекта, проекта «Хумры». была просто у организаторов и у нас в целом как-то вот... людьми, которые присоединились к нам, появилось желание работать дальше с анимацией, потому что анимация — это такой, в общем-то, инструмент, который позволяет охватить, может быть, даже более широкие круги, нежели комикс, по сравнению с комиксом. Потому что, ну, опять же, в силу возможности работать там через интернет, проще скачать, в отличие нам от комиксов, может быть, или анимация проще, может, через анимацию проще достучаться до целевой аудитории. Потому что вот есть такой небольшой, может быть, стереотип в отношении комиксов. Вот был выбран еще другой инструмент, как анимация. И родилась идея говорить на тему с молодежью, на тему прав человека. И у нас появился проект, который мы назвали Human Rights Animation, или сокращенно ХУМРА, это к вопросу, что такое ХУМРА. Который, в общем-то, стал уже именем нарицательным. Вернее, нарицательное имя пришло в имя собственное. Вот. Это в процессе у нас развития концепции. И сейчас я, в общем-то, с коллегами представим вам этот проект. Тань, можешь листать наш? Ты можешь сама говорить? Ну, может, да. Переговорить. Ну, не, расскажи. Я вступление. Хорошо. Ну, вначале мы коротко представим проект, а потом покажем вам уже разработки, которые есть на данный момент, касательно именно содержания, о чем будет мультфильм. Ну, если коротко, то ХУМР – это мультсериал об универсальных человеческих ценностях. «Разговоры о человеке, его правах и свободах на языке культуры и искусства». И это, в том числе, не в последнюю очередь, международный проект, призванный укрепить мир и достойное существование человека в современном политическом обществе, а также создать позитивный имидж прав человека в России и странах-участницах. Если смотреть на цифры и что мы намереваемся сделать за время реализации проекта, это с 2015 по 2017 год, то есть это 12 серий мультфильмов, которые будут созданы ведущими аниматорами в тесном сотрудничестве с экспертами в области прав человека из России и Германии и других стран. Проект будет проводиться в четырех российских регионах. Это Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Северокавказский федеральный округ и Южный федеральный округ. В нашем проекте участвуют пять стран – это Россия, Грузия, Украина, Беларусь и Германия. Мы планируем охватить 3000 потенциальных участников в возрасте 16 лет и работать со старшеклассниками и студентами первых курсов университетов. Помимо показов и презентаций проекта, а также уроков в школах, мы планируем мастер-классы по созданию мультфильмов, которые будут проводиться… то есть это возможность самих молодежи создавать мультфильмы вместе с аниматорами, которых мы будем приглашать. пока мы запланировали 10 мастер-классов, возможно, их будет и больше. Тема будет, естественно, «Права человека». Планируется также более 30 открытых презентаций проекта и более 200 образовательных уроков с помощью этих мультфильмов в школах и вузах. Что касается того, как мы это организовали во времени, то я вот вам… я покажу здесь вам небольшой график. То есть проект идет три года, с 2014 по 2016, начало 2017 года. На данный момент мы занимаемся производством мультфильмов, и проект только стартовал, то есть готового у нас пока ничего нет, мы находимся в самом начале. Сейчас мы обсуждаем сценарии и выбираем студию, с которой мы будем сотрудничать и аниматоров. Весной 2015 года мы планируем премьеру нашего первого мультфильма, и производство всех мультфильмов, оно будет идти до сентября 2016 года. То есть производство анимации – довольно трудоемкий процесс, то есть мы будем презентовать мультфильмы по мере их готовности. То есть к сентябрю 2016 года у нас будет 12 серий проекта, а весной будет первая. С осени 2015 года по декабрь 2016 года мы планируем проводить презентации образовательной уроки в школах и вузах, мастер-классы по созданию мультфильмов в России и странах-участницах и открытые презентации и дискуссии с показами мультфильмов. В 2015 году мы также планируем сделать субгрантинг для проектов по созданию мультфильмов и образовательных мероприятий для локальных инициатив. То есть мы заинтересованы в том, чтобы работать как можно с большим кругом аниматоров и организаций, и для этого у нас будем делать конкурс по раздаче грантов. субгрантинга, простите. Также мы планируем издание металлогического пособия по работе с анимацией в рамках этого проекта. Это будет аналогично тому, как это было в Респекте. Это будет методическое пособие, которое будет бесплатным и в котором будет описан бесплатно. и в котором мы будем давать советы и представлять учителям уже готовые схемы уроков, с помощью которых они могли бы работать и проводить занятия в школах и университетах с помощью анимации, которая будет создана в нашем проекте. И в ноябре-декабре 2016 года мы проведем серию заключительных мероприятий во всех странах-участницах. Это что касается общего описания проекта. Как я уже сказала, сейчас мы находимся на стадии разработки концептуальной части, скажем так. И моя коллега Марина Беляева представит вам сейчас то, что мы на данный момент придумали. На данный момент у нас был такой довольно длительный и сложный процесс выработки единой концепции, приближенного общего понимания темы в целом прав человека, потому что сошлись разные организации для реализации этого проекта. Это и правозащитные организации, эксперты в области прав человека, и культурные институции, как ГЭТ-институт, который в принципе реализует просто проекты в области культуры и искусства, может быть, около философского такого тоже толка. и организации, которые в целом занимаются сетевой работой в области устранения различного рода конфликтов в условиях дискриминации отдельных меньшинств, отдельных сообществ. И вот в таком сотрудничестве мы пытались найти некий компромисс, выработать общее понимание. И вот пока пришли… у нас предварительно рабочая концепция, она еще на самом деле дорабатывается. Мы просто хотим показать и как-то получить, может быть, такой первый фидбэк тоже от людей, которые в принципе работают с нашей целевой аудиторией, с молодежью, с старшими школьниками и студентами. Да, и если это визуально, сейчас я вам просто представлю, здесь у нас совмещается визуальный образ, и, может быть, такая небольшая затравка из концепции, знаешь. Да-да-да, вот просто мне коллеги подскажут такой хумор и все прочее. У нас родилась идея, вот как я вначале говорила о том, что название проекта, собственно, перешло уже в название, как перешло в другое, в имя собственное уже можно сказать. Мы пришли к тому, что нам вот есть общее даже вот понимание. Мы проводили исследования в странах, в странах-участницах проекта, общались со студентами, с молодежью, с активистами, с просветителями, с людьми, работающими в образовательной сфере. И как-то вот пришли к общему пониманию, что было бы интересно, наверное, говорить о таком фэнтезийном, может быть, мире, на примере фэнтези, на фэнтези, сказки, что-то такое смежное, раскрывать эту сложную тему. Еще один аргумент в пользу того, что это должен быть именно фэнтезийный мир, был тем, что у нас очень много стран-участниц, и хотелось, чтобы эти мультфильмы были универсальными. Поэтому, ну, там были, конечно, тоже... То есть здесь есть очень тонкая грань между какой-то фэнтезийностью и связью с реальностью. То есть эти мультфильмы, нам нужно найти такой будет баланс, чтобы это было абстрактно, но не слишком абстрактно, чтобы зрители, люди, которые будут впоследствии с этим мультфильмом как-то работать, видели какие-то конкретные проблемы, которые их тоже касаются в этих мультфильмах. Чтобы не так были далеки вещи, описанные в мультфильме, под специальным мультфильмом от реального опыта. И в итоге Хумра стала у нас планетой, маленькой планетой где-то вдалеко в космосе. И вот есть у нас идея сделать на этой планете, есть там такой местный правитель Великий Падишейх, и он писал конвенцию прав человеков. И ему, в общем-то, пришлось это сделать для вступления в космическую федерацию, с которой торговать просто очень выгодно. И вот такая, может быть, внешняя необходимость его привела к тому, что нужно ввести и жить с конвенцией прав человеков. Ну, на планете, как, в принципе, в любом государстве есть там власти, есть представители там стража, генералы, то есть военные прослойки, есть некий мудрый визирь. У нас здесь переплетаются просто разные контексты, разные нарративы просто из разных, может быть, культур и, может быть, исторических слоев. Да, но только вот эту конвенцию ему приходится соблюдать, и власть местная это не нравится. Ну, вот у нас не то, чтобы Падишейх был плохим человеком, он просто искренне не понимает, зачем все эти права нужны, какая у них логика. Ну, вот есть там на планете условно определенные знания, что вот есть такие права, что все человеки рождены свободными, имеют равные права. И есть на этой планете некая... И, в общем, Космическая конфедерация, которая, собственно, придумала эту конвенцию прав человеков, присылает на планету Хумра три вот таких вот головы. Вот эти головы, это судья ПЧ, судья прав человеков, которая, ну, носитель такого вот знания, да, и в спорных ситуациях к ней власти Хумра обращаются, чтобы действовать согласно этой конвенции. Вот как судья устроена, думаю, Марина дальше уже расскажет. Ну, собственно, одна из голов – это голос человеков, другая голова – это голос государства, и третья голова – это, ну, в целом, право, которое смотрит, насколько соответствует там то или иное решение той или иной головы в целом конвенции прав человека. И они вот такие без тел летают, то есть это не конкретные там существа, это не человек, это нечто надчеловеческое, которое, в принципе, олицетворяет в себе в целом эту идею. Такой искусственный интеллект. Да. И с которым, собственно, советуется этот падишейх. Ну, и, в общем-то, на планете на этой живут там совершенно разные люди. Там есть и падишейха королевы, и принцессы, и художники, также различные слои, и малыши, и гранд-мадам. У нас здесь… Да, да, да. Вот. И на этой планете возникают различные ситуации, конфликтные ситуации, ситуации, может быть, столкновение тех или иных прав человека, нарушение или желание нарушить права человека. И, собственно, этот падишейх ходит и, там, пытается решить либо с помощью консультации, там, либо своим разумом, с помощью консультации с визирем, или с судьей ПЧ, вот, условно, этим. И ролик вот этот… Каждая серия у нас будет иметь законченный сюжет. Она может использоваться самостоятельно, ее можно смотреть как в последовательном, как обычный сериал, можно смотреть и отдельно, вырованным из контекста, будет тоже работать. Потом это… Один момент мы не озвучили еще, что, вот, скорее всего, вот, собственно, эти герои, все представленные, и этот мир представленный, он у нас будет работать в двух направлениях. Есть идея сделать… разделить эти мультфильмы на чисто образовательные, которые можно будет использовать в системной работе со школьниками, с студентами, как в аудиторном и в неаудиторном режиме. И есть и второе направление – сделать художественные мультфильмы такого более неоднозначного плана, который можно использовать в дискуссиях, в открытых показах, и именно представить как готовый культурный продукт. То есть они, скорее, будут призваны к тому, чтобы инициировать какую-то дискуссию, да, то есть это не будет дидактическим материалом, а вот именно, скорее, имиджевой его частью. То есть это показано в фестивалях, открытой презентации, вот просто привлечение внимания широкой общественности к теме прав человека. И также о том, что об этой теме довольно сложно, и можно говорить на языке анимации и культуры. Если есть вопросы, вот мы готовы ответить на них. Я из Самары, и у нас ежегодно в апреле месяце проводится кинофестиваль, он уже международный масштаб имеет, называется «Кино детям». Мне кажется… «Кино детям». «Кино детям». Может быть, и слышали про него. Сейчас уже как раз идет прием работ на этот фильм, на этот кинофестиваль. Вот. Поэтому, если как раз вот у художественного появляется, пожалуйста, я думаю, что, конечно, было бы очень здорово и интересно в рамках программы фестиваля это посмотреть и пообсуждать со школьниками. И вопрос второй. По какому принципу отбирались участники округа? И очень хочется в Приволжском федеральном округе тоже поучаствовать. Да, мы на самом деле тоже получали уже пожелания. И вот я знаю, на Урале у нас есть ребята, которые тоже работают на эту тему и тоже хотели бы с нами работать. Отбиралась по принципу уже, может быть, такое наличество имеющейся сети активистов, готовности работать. Вот. Наш партнер молодежно-правозащитное движение, в принципе, вот у них есть уже какие-то точки. У этого института есть уже свои сетевые представительства. И, в общем-то, там, где вот это более сильно представлено мы, там мы решили сделать первый акцент на развитие проекта. Но он будет развиваться и дальше, да. То есть мы заинтересованы. Да. Да, я записала, и мы можем иметь контактами и с удовольствием. Как только будет готовый мультфильм, это будет весной. Тогда на следующий год уже приедем. Ну, как вот среди участников представителей как раз вот северо-западного округа из Карелии, из Южного округа федерального, Ставропольского края Ростова. Вот мы очень рады обменяться контактами, потому что нам интересно выходить на образовательные учреждения, работать через образовательные учреждения, не как бы, не самовольно идти. Вот там, это сложно, и мы знаем, что вызывает определенные трудности и у преподавателей, и у директоров. И чтобы этого избежать, мы вот открыто к сотрудничеству и как-то вот пытаемся идти такими официальными путями. Девочки, мы тоже вас приглашаем. Раз у вас ЮФО зафиксирован в проекте, у нас вот как раз и школы, и университет, мы охотно вам поможем. Здорово. Спасибо большое. Да, тем более еще и можем подтянуть вот этих уполномоченных по правам человека, чтобы еще и снимать все вещи, сделать целевую аудиторию. Легко. Отлично. Спасибо. Да. А мастер-класс возможен, вот как раз, вот о чем вы говорите? И для кого-то. У нас будут мастер-классы, то есть сейчас мы не представляем никакого интерактива, потому что продукта как такового нет, на нем невозможно сейчас построить. Да, будут мастер-классы, то есть будут разного плана мастер-классы. Мастер-классы по проведению уроков в целом на основе образовательного материала. Мастер-класс или даже просто в целом дискуссия на основе художественного материала. И будут вот как раз мастер-классы с участием художников-мультипликаторов, которые заинтересованы в социальных темах, вот в темах работы с правами человека. Как это поднимать и рассказывать через анимацию? Мы надеемся тоже привлечь каких-то публичных известных аниматоров, если у нас это получится, если мы как-то это согласуем тоже. И мы надеемся, что мы с помощью этого тоже сможем привлечь внимание. И даже если в регионах есть какие-то люди, профессионалы с анимацией готовы с нами сотрудничать. Нам, собственно, даже интересно поддержать художников-аниматоров и анимационной студии в регионах. Потому что это как раз есть... они учитывают специфику как раз и региональную. И есть эти вот тонкие моменты, которые связаны с пониманием и психологическим, может быть. И очень важно нам поддержать в данном случае будет как раз и художников-аниматоров, и людей, которые заинтересованы в работе с визуальным образом. Ну и чтобы не концентрировать все это в Москве. То есть, потому что у нас российский, всероссийский проект. И мы как бы хотим, чтобы он таким и был, по факту, оставался. Девушки, скажу, что среди выпускников московской школы есть люди, которые проводят как раз фестивали подобные. Например, в Вологде, я знаю, такой проект есть. Да, Максим Петряев и другие можем помочь с контактами, если есть необходимо. Сейчас комментарий от Мажины Рафарской. Пожалуйста, и мы переходим к самокату, потому что время вышло. Мне очень нравится идея, чтобы донести право человека до как можно большего круга учеников молодых людей. Но я хочу поделиться моим опытом в этом плане. Право человека, знание о правах человека для многих является немного абстрактным. Мы работаем с документами. И язык международных документов – это трудный язык. И то, что делают люди, учителя, работающие с этой темой, это они ищут хороших примеров, как это перевести на конкретные случаи жизни. Поэтому я думаю, что этой абстракции должно быть как можно меньше. Вы сами озвучили эту проблему, как найти баланс между конкретным и абстрактным. И я думаю, что я бы пошла в сторону более конкретного представления, потому что материя и так достаточно абстрактна. И вообще люди думают, что право человека – это что-то там такое наподобие… Ну, я не знаю… Это толстая книга, которая стоит на полке, это не касается меня. Да-да-да. Главная сложность – как это касается меня, как это проявляется в повседневной жизни. И поэтому переводить это в мир сказки и на другую планету – это придавать еще немножко абстрактности этой идее. Так что мне кажется, что надо найти какой-то баланс и там вести более конкретного, чем абстрактного. А этот фонд, эти изображения этих людей, этих персонажей, они придают абстрактность. Спасибо. Да, я хочу согласиться с этим. И у нас есть идея, как с этим работать. То есть это опять же может быть способ заговорить с аудиторией. И потом есть как раз вот… Это первая часть, образовательная часть, показать мультфильм, может быть, с абстрактным таким контентом, ну, абстрактным миром. Но потом у нас есть уже такой методический подход. То есть мы работаем через как раз образ «я» такого. Мы рисуем как раз вот «я» персонажа. И есть у нас идея работать с этими фонами и с персонажами из абстрактного мира. И то есть мы пытаемся работать на столкновение как раз, на конфликты. Условно вводить этого «я» персонажа. Использовать персонажей из анимации, фон из анимации. И делать такую анимированную историю уже участников самих. И нам очень было бы интересно как раз вот делать эти анимированные истории в каждых отдельных регионах. и мы планируем потом обмениваться между регионами, как та или иная ситуация была бы разрешена условно там в Северо-Кавказском федеральном округе, и та же ситуация в Северо-Западном. И чтобы у нас ученики смотрели уже вот эти вот готовые, ну, такие анимированные, легкие истории с разным подходом, с разными картинами. Мне кажется, я не понял, что Мажина хотела высказать. Имеется в виду вот фигуры, которые есть, некий судья ПЧ, некий падишейх. Во-первых, воспринимать это надо уже как зашифрованную информацию, расшифровать их полномочия, чем они занимаются, откуда они вообще взялись. А потом еще и дешифровать, сопоставив с реальными какими-то структурами в реальных органах власти. Ну, да, вот спасибо за замечание. То есть мы, на самом деле, планируем, собственно, действовать, что будет, пока вот сейчас как раз обсуждается первая серия мультфильма, которая будет как раз объяснять, как это все возникло, и истории вот этой вот планеты. И что касается абстракции, мы тоже вот хотим показать, мы хотим приблизиться как можно больше к реальной жизни и показать вот именно через предысторию, что на самом деле государство оно возникло на основе социальных договоренностей. Именно поэтому мы решили вот что-то вымышленное взять, чтобы именно показать, как это работает. Потому что когда это все показывается изначально на каких-то примерах, это с этим очень сложно работать. Ну, например, вот в Кавказском районе нам рассказывали, что просто есть очень много проблем, и лучше, когда это изначально все-таки на каком-то абстрактном уровне. Тем не менее, он не должен быть действительно настолько абстрактным, что люди совершенно это не понимали, ну, как это связано с ними, а именно соблюдать баланс, как вы совершенно верно сказали. Еще есть идея, да, я последнее дополнение. Например, в рамках мастер-классов, которые будут проводиться с аниматорами, есть идея просто уже конкретно делать мультфильмы, анимированный такой ряд, что, например, для вас конкретно означает права человека, когда, может быть, анимировать какую-то ситуацию, в которой вы сталкивались. То есть как-то вот с этим поиграть. Я еще просто добавлю, и мы закончим, наверное, что то, что мы представили, это, как я вначале сказала, это рабочий материал и не является окончательным. Нам было важно получить вот эту как раз обратную связь. И вот идеи по поводу того, что это абстрактное и так без того непонятное и еще абстрактное, у нас тоже звучали, нам очень важно это получить, и это нам тоже стимул... Мы это передадим дальше и будем дальше в эту сторону думать, да. Большое спасибо. Владимир Виктор Ввиненкоев. Издательского дома «Самокат» из Москвы. И, наверное, кто-то из вас уже знаком с нашим издательством. Мы существуем 10 лет, и на протяжении 10 лет мы берём себе за принципы, пытаемся придерживаться некоторых правил. Я уж не очень помню хорошо, как мы это формулировали 10 лет назад, но если коротко, то «Самокат» — это такое экологическое средство передвижения, которое не стоит в пробках с большими, не пытается конкурировать в скорости с какими-нибудь «Мацерати», а в грузоподъёмности с самосвалом, но при этом оно в состоянии выбирать свой собственный путь, потому что не привязано никак к никаким пробкам и прочим ограничениям. Одним из наших основных правил является то, что мы находим и привозим из разных стран мира, из разных уголков мира действительно, как мне кажется, самые лучшие книги для детей и юношества. Что это значит? Это значит, что если можно не публиковать, мы не публикуем. И что мы стараемся не переезжать дорогу между поколениями или между людьми разных национальностей, конфессий и прочего, и прочего, и прочего, а скорее наоборот как-то быть таким связующим звеном, связующим транспортом между всеми и всем, что можно связать, и между чем можно навести какие-то дружественные мосты. Это немножко широко, но так как мы всё-таки адресуемся детям в основном, то как-то нам казалось, что дети должны нас понять. На этом непростом самокатском пути нас, тем не менее, встречают некоторые препятствия, в основном в виде не всегда готовых к разговору на сложные темы родителей, учителей, а тут в последнее время даже и государство, которое нам запрещает, чем дальше, тем больше, затрагивать какие-то сложные темы и сложные какие-то моменты в литературе освещать. Ну, для нас как бы здесь выход понятен, и выбор совершенно очевиден. Если литература актуальна, если литература хорошая, то нам кажется, что её нужно издавать, дальше уже мы выкручиваемся и получаем по голове. Ну, в общем, как-то мы эти книги издаём, которые нам кажутся актуальными и важными. Причём, сразу оговорюсь, что никакой задачи сделать просто скандал, вот чтобы сделать скандал, издательство все, конечно, не ставят. Если говорить о том, какие авторы у нас создаются и что у нас находится, ну, как бы в таком вот портфеле, которым мы гордимся, то я, наверное, расскажу о некоторых книжках очень коротко, потому что времени совсем не осталось. Первая из этих книг – это книга очень известного чешского автора-иллюстратора Петра Сис, который называется «Стена». Эта книга говорит о падении Берлинской стены. Но вот как сейчас говорили коллеги, нужно говорить о конкретике. Здесь эта книга перемежается, это комикс. Это комикс такой очень своеобразный. Она начинается с того, что взрослый человек, уехавший в Америку, рассказывает своим маленьким детям, с которым он едет на концерт, когда он впервые в жизни был на рок-концерте, и это было в Чехии, и он родился в такой стране, где все было, в общем-то, серое, а что было не очень серое, то, в общем, как бы всех пытались заставить ходить строй. Мы за эту книжку, конечно, получили страшно по шапке от всех патриотов России, которые почему-то решили, что мы как-то против патриотизма и против России. Мы долго пытались объяснить, что это взгляд чешского молодого человека на события в ее собственной стране. Если у нас есть какой-то взгляд другой на события в нашей собственной стране, то мы можем это тоже нарисовать и написать, если мы с ним не согласны. Но вообще, конечно, эта книга о вмешательстве России в дела другой страны, и на мой взгляд совершенно очевидно, что падение Берлинской стены все-таки является вехой в нашей современной истории. Мы крайне мало об этом знаем, наши дети об этом ничего не знают или мало знают. И вернуться вот сейчас к этому моменту очень важно, тем более, что сейчас мы, в общем-то, стоим на пороге ситуации, где возможно возведение некой другой, новой Берлинской, но уже Украинской стены. И почему бы нам, собственно, не поговорить о том, а хотим ли мы, сколько поколений стремилось к тому, чтобы эта стена была разрушена, а хотим ли мы сейчас новую стену, и вообще зачем все это было надо тогда. Ну, это я так немножко обобщая говорю, а вообще это прекрасная книжка, хороша она тем, что помимо того, что Петер Сис рассказывает и рисует о том, что происходило в Праге до и во время Пражской весны, он это все сопровождает невыдуманными вырезками из своего собственного тогдашнего, тогда написанного журнала, потому что он тогда был молодым человеком, он был одним из первых диджеев Праги, потом он уехал учиться в Америку, он не смог вернуться, потому что уехал по стипендии за сценарий, по-моему, к мультфильму, который он нарисовал в Прагу, и ему там в Нью-Йорк, ему там заказали работу, а чешские власти запретили ему вернуться, поэтому падение Берлинской стены он встречает уже в Америке и, в общем, перестает быть чешским гражданином. И, в общем, здесь мы тоже видим судьбы людей и некоторого количества интеллигенции, которые сейчас у нас на горизонте, так как-то профилируются. И как бы, ну, то есть, понятно, что я не призываю к тому, чтобы сказать о том, ай-яй, как все будет ужасно, но я говорю о том, что это все хорошо забытое, и даже не забытое старое, это происходило буквально некоторое количество, меньше, ну да, 25 лет назад, и, в общем, мы можем вполне вернуться к этим фактам, как трагическим, так и, в общем, на тот момент казавшимся всем мыслящим людям очень-очень важными, вот к этой эпохе, как мне кажется. Вот называется книжка «Стена», еще раз. Или «Как я рос за железным занавесом». В общем, это как раз про то, как, может быть, мы не хотели бы, чтобы они у нас теперь тоже росли за каким-то железным занавесом. Ну или хотя бы, чтобы они понимали, наши дети понимали, чем все начинается, чем все заканчивается. Мне кажется, это такая правильная тема сегодня. Хотя этой книжке уже мы ее издали, уже ей порядка, по-моему, лет, если я не ошибаюсь, семи или восьми. Тогда нам говорили, что она сейчас уже не востребована, потому что у нас все хорошо в России, больше такого никогда не будет, давайте тогда будем помнить наше хорошее, прекрасное советское детство. Это одна из книг, которую мы не так давно издали. Я вообще хотела более широко говорить, потому что вы издаете порядка двухсот книг, но приблизительно за каждую четвертую или пятую мы получаем по голове. Это значит, что она трогает людей, и в принципе она так или иначе затрагивает какие-то вопросы, которые детям кажутся очень интересными. Взрослые у нас, к сожалению. Я не вас конкретно имею в виду, а просто взрослую неподготовленную аудиторию, которая достаточно скептически часто смотрит на то, чтобы в литературе поднимались сложные вопросы. Одна из книг, которую вы наверняка знаете, которую мы, если не книгу, то наверняка знаете, фильм по ней, или даже два фильма вышел, фильм «Эксперимент-1» и «Эксперимент-2», который называется «Волна», книга называется «Волна» Тодда Штрассера. Эта книга построена на реальных событиях, которые произошли в американской школе. Если вам, все знают, да, наверное, эту книгу или рассказать. Ну, вот, собственно, к этой книге, где рассказывается, как в течение пяти лет, о, пяти лет, пяти дней, из совершенно спокойного, стандартного, обычного американского класса можно построить такую модель практически фашистского общества. Вот, собственно, нам казалось, что это очень важно, но нам даже на тот момент, когда мы ее сдавали, не казалось, что это будет настолько важно. Мы ее сдали два или три года назад, и вот сейчас нам кажется, что это просто вообще необходимо буквально в каждом классе говорить об этой книжке. Мы ее специально сделали, очень дешевая, эту книжку, мы ее сделали брошюрой, нам это не свойственно вот так издавать, книжку, но это специально, чтобы она была доступна кому угодно, и даже самим детям, у которых, может быть, не всегда есть деньги на дорогие книги, которые сейчас становятся все более дорогими. И к этой книге мы сделали вот такую брошюру, в которой есть такие, как это правильно называется, Женя, социологические, наверное, игры про терпимость, нетерпимость, поведение по отношению к чужаку и так далее. Это отыгранные, какие-то отработанные уже методики, которые приводят к тому, что дети, участвуя в этих играх, на себе понимают, как эти механизмы зомбирования работают, чтобы потом они это могли отслеживать, чтобы потом глядя на первый канал, они как бы понимали, что вот стоп, вот здесь начинают меня уже как бы обрабатывать. Я тут, пожалуй, пойду там, не знаю. Да, выпью чаю. Некоторые из этих книг мы привезли сегодня с собой, но крайне мало, потому что мы подумали, что если, например, вам интересно, мы можем еще завтра приехать, а если вы будете в Москве, то вы можете к нам зайти, мы всех приглашаем к себе. Мы вам раздадим такие маленькие закладки, на них есть наш адрес и есть наш телефон. Мы с радостью поделимся у нас к некоторому количеству наших книг, есть так называемые гиды, в которых мы объясняем, как работать с этими книгами в классе. Тематики могут быть крайне разные, от каких-то гражданских свобод и социальных каких-то проблематики, до проблем в семье психопедагогических, психологических, междупоколенческих каких-то отношений и так далее, что, в общем, тоже для детей очень важно, потому что, в конце концов, это выливается, это их основная жизнь. И вот в этих гидах они составлены специально для учителей. Там есть отношение издательства к этому проекту, наши позиции по отношению к нему, рассказ об авторе, рассказ, короткий сюжет, небольшая какая-то выдержка, какое-то цитирование, а дальше игры и какие-то опросники, которые мы предлагаем прочитать и отработать с детьми, которые как раз в основном базируются на их личном опыте. И это может быть и ситуация развода, и ситуация развода с товарищем, и ситуация ребенка-мигранта, например. Это зависит от того, какая тематика у книги. У нас у очень многих книг такие гиды есть. Мы их готовы всем рассылать, кому нужно, а куда-то даже можем приехать в гости, если будет оказия. Мы проводим мастер-классы какие-то, в основном для маленьких, потому что с большими есть смысл вести дискуссии, тоже можем это делать, мы это делаем в Москве. Если говорить о еще одной теме, которая мне показалась важной, она затронута в книге «Шутовской колпак» Дарьи Вильке, которую мы выпустили буквально в день принятия антигомофобского закона. Хотя эта книга совершенно не о гомосексуализме, это книга о том, как лицемерное общество оценивает людей по сексуальной ориентации. Здесь весь сюжет завязан на том, что молодые люди растут в театре, у них есть кумир, актер, он очень хороший человек, он является таким связующим звеном между поколениями в этом кукольном театре, он прекрасный для них пример просто человеческого какого-то отношения и к старшим, и к работе, и очень талантливый, и очень отзывчивый. И они все время вокруг себя слышат разговоры про то, что нет, ну, когда там собираются, скажем, какие-то литературные, театральные критики, они слышат разговоры о том, что он, конечно, гомик, но он очень хороший актер. И они так от этого устают, в конце концов, тем более, когда они начинают понимать, что его сейчас будут выживать из театра, и он уезжает из страны, потому что его избивают, его друга избивают, в общем, как-то все плохо-плохо-плохо. И они пытаются его даже не спасать, а выгораживать, и главное, они совершенно не понимают, за что его травят, потому что он же ничего не делает, кроме как быть самим собой. Вот эта история про быть самим собой, она идет гораздо дальше, чем просто рассуждение о сексуальной принадлежности. Если ты не такой, как все, кем бы ты ни был, будь ты гомосексуалистом, или ты просто человек, имеющий, скажем, мужскую наружность и, там, не знаю, косую сажень в плечах, но при этом неравнодушно относящийся, я не знаю, там, к пению птиц. Вот ты тонкий и такой чувствительный человек. Мальчик вот как раз главный герой таким и является. Его бьют в школе. И его подружки, которая как раз абсолютно такая бойбаба, приходится надеть каблуки, прийти в эту школу и долго целовать его в засос, чтобы от него отвязались вот эти его приятели. Тогда они к нему подходят, говорят, ну, у тебя девка какая нормальная, значит, все у тебя хорошо. А при этом, вот, как бы, где эти нормы, как должна выглядеть женщина, как должен выглядеть мужчина, кто должен себя вести, где вот эти нормы. Вот вокруг этой книги можно очень-очень интересную, серьезную дискуссию построить. До какого момента вы готовы принимать человека? А дальше почему вы не готовы? А кто вам сказал, что дальше это плохо? Откуда вы это знаете? Почему вы решили, что вот это норма, а это нет? Вот одна из еще таких книг. Но я больше как-то сейчас сделала упор на более взрослые книги, которые уже выходили, их довольно много. Есть и другие темы, я не знаю, работаете ли вы с молодыми, взрослыми, с подростками, или совсем с маленькими детьми, потому что у нас есть прекрасная серия, и, к сожалению, у нас с собой ее сейчас нету, про слона Элмера, такого клетчатого, разноцветного слона, где каждая книжка рассказывает о каком-то сюжете. Например, в одной из книжек слон Элмер, он такой миротворец, и учит ребенку нормальному поведению в обществе, такому как бы сдержанному, позитивному и дружелюбному. Мне кажется, что дети, которые совсем маленькие, которые воспитываются на таких книжках, у них какие-то есть нормы, которые потом выстраиваются. Элмер, например, объясняет слонам, почему не надо драться с бегемотами, которые пришли к ним на реку, потому что их собственную реку завалило камнями. А есть смысл, потому что у бегемотов нет хоботов, а у слонов есть просто пойти на ту другую реку и помочь бегемотам убрать эти камни, то есть конструктивно как-то решить этот конфликт, так, чтобы каждый остался доволен происходящим, и еще какие-то отношения сложились дружеские у слонов с бегемотами. Ну, это я так, к примеру. Есть прекрасные книжки, вот рядом с этой большой картинкой, которую мучает Женя, есть прекрасная книжка про криктора, например, французского художника-иллюстратора Томми Унгерера, Томми Унгерер, который недавно получил медаль за заслуги от французского президента Франсуа Атланта, да? Атланта, да. Я все время думаю, Саркази у них еще нет, но еще нет, видимо. И в книгах Унгерера есть потрясающая такая сквозная тема про то, как герой, который абсолютно ни на кого не похож, и, в общем, такой обычный растяпа, осьминог, который, у него восемь лап, или крылатая кенгуру Аделаида, или у него есть еще такой, значит, осьминог Аделаида, и есть еще удав Криктор, такие странные персонажи, которым как бы нету места в обществе, в которые они попадают, они все время оказываются где-то, грубо говоря, удав не в джунглях, там, кенгуру не в Австралии, и, в общем, им как бы места по-хорошему не должно находиться в этом обществе. Так вот, они все время, эти герои как-то умудряются быть настолько востребованными, настолько полезными другим. Кенгуру, например, потому что она летала, она спасла детей, которые попали в пожар. Удав Криктор подружился со школьниками и с девочками играл в скакалку, а с мальчиками и с девочками учил там буквы и цифры, потому что он сам складывался там то как А, то как Б, и поэтому с ним все дружили, и потом он спас людей от воров, потому что у него не было веревки, но он смог сам обкрутиться вокруг этого ворта, и потом получил за это настоящий орден, за то, что за спасение жертв. И, в общем, это тоже такая прекрасная тема, как найти свое место, как стать полезным в обществе, где довольно часто ребенку кажется, а что я могу, я такой неприспособленный, ну что я там могу, ничего не могу, а ты показываешь, ну видишь, удав Криктор, он в общем у него да ни ручек, ни ножек, вообще ничего нет, и то он смог найти своим способностям какое-то применение. Вот эта идея пользы каждого в обществе, которое его окружает, это такая вот у Томми Унгерра абсолютно сквозная черта. В общем, у нас нету ненужных книжек, они все как-то утилитарны в плане подготовки ребенка к жизни его в обществе. Всем, кто заинтересуется, мы, наверное, не совсем всем, мы думали, вас немножко меньше, мы привезли каталоги, они лежат тоже там на входе, а еще я, если у меня есть еще две минуты, я хочу вам показать, я хотела с вами даже посоветоваться, посоветоваться. Потому что следующие два проекта, это проект, который, он пока не переведен на русский язык, он называется «Я имею право быть ребенком». Это права ребенка, которые поданы не как права ребенка, не как документ сложный, который, вот как правильно сказала коллега, нужно каким-то образом объяснять, а это просто практически юридический текст, который ни одному ребенку ни о чем не говорит. А это такие, это практически стихи. Вот тут я буду вам с листа очень коротко переводить. Я ребенок, у меня есть глаза, руки, голос, сердце и права. Я все не буду переводить, немножечко буду переводить. У меня есть право иметь имя, иметь фамилию, иметь семью, которая мне будет улыбаться, и страну, где я бы чувствовала себя дома. Ну, в общем, вот такая вот романтическая, нежная книжка, но по сути все права ребенка в ней прописаны. Как мне кажется, вот для маленьких это тоже, наверное, было бы неплохо. Но пока мы еще не решили делать ее или нет, может быть, вы выскажетесь на эту тему. Если говорить еще об одной теме, которая меня очень волнует, и которая, возможно, вам тоже важна, это тема инклюзивного образования. Здесь перед вами книжка немецкая, которую мы делали вместе с ГИОТО-институтом, которая называется «Планета Вилли». Она предваряется, это такой форзец, где показан язык жестов, который часто используют дети с какими-то сложностями, особые дети. И мы здесь видим, как можно все это жестами показать. А вся идея этой книжки в том, что мальчик, которого зовут Вилли, и родители его очень ждали и хотели его видеть обычным ребенком, а он оказался совсем необычный. И его брат и сестра находят этому объяснение. Оказывается, что это не просто больной мальчик, а просто мальчик с другой планеты. И у них там вообще другие правила про все. Поэтому не надо пытаться из Вилли сделать кого-то такого же, как ты, а надо просто понять, что у них принято вот здесь вот это, тут вот это и так далее. То есть выучить правила той планеты, которой прилетел мальчик Вилли. Вилли любит обниматься. Например, вот он внизу там очень сильно обнимается, несмотря, видимо, на протесты. Я бы не сказала жертвы, но объекта обнимания. И так далее. Вилли и животные, у него какие-то свои правила и так далее. Вилли его сестренка, Вилли его язык, Вилли убегает. Очень милая, очень смешная и очень познавательная, на мой взгляд, книжка, которая позволяет всем тем, кто заинтересован в инклюзивном образовании. Это отличный инструмент для того, чтобы объяснить детям, почему человек, который функционирует не так, как он сам, тоже имеет право быть здесь и жить по-своему. Ну, как мне кажется. И последний проект, очень коротко я вам о нем расскажу. Он называется «Скажи мне здравствуй». Мы его вот буквально еще рисуем и пишем. Это проект про то, как детям, особенно детям мегаполиса, но в принципе всем детям, которые считают себя русскими, в кавычках, особенно их родителям, объяснить, кто такие мигранты, объяснить, что люди бывают разных национальностей, что люди, которые понаехали здесь все, они, в общем, не всегда по собственной воле понаехали, что ездили в разные века, в разные места. И не факт, что все время будут ездить к нам, а возможно, что скоро мы все поедем в другое место. И эти времена, не за горами, добавлю я от себя, но это уже шутка. И здесь у нас есть такие развороты. Здесь Пабула такая, маленький мальчик, он остается дома, к нему приезжает тетя Гелия, это двоюродная бабушка, но очень молодящаяся, не любит, когда ее называют бабушкой. Такая тетя Гелия, начинается история. Тетя Гелия со всеми разговаривает. Она умеет разговаривать на многих языках, потому что работала в бухгалтерном Советском Союзе, в строительной бригаде. И она как бы издалека понимает, кто кто. Это она первые несколько раз понимает, а потом мальчик уже начинает понимать в отсутствии мамы, что оказывается со всеми можно говорить, у всех есть разные языки, у всех есть разная культура, эта культура не всегда хуже, новее, скажем, менее интересная, чем русская. Мы больше, конечно, ориентированы даже на родителей в этой книжке. Вот первый раз они встречают дворника таджика, оказывается, что он был поэтом у себя на родине. Это мы с каких-то реальных персонажей все писали. Дальше мы пишем про Таджикистан. Это такая книжка, которая немножко похожа на книжки про 15 республик, 15 сестер, которые мы читали, когда мы были маленькие, с тем только разница, что мы пишем здесь четко, что Таджикистан другая страна. И объясняем, что вот она раньше была в составе, а теперь не в составе. И у каждой страны сложилось по-разному. Поэтому некоторые люди из этих стран вынуждены искать себе работу в некоторых других местах, в том числе в России. Вот. Тут есть Молдавия, Татарстан, тры-ты-ты-ты-ты-ты. Очень много всех. И в конце мы понимаем, что наша прекрасная тетя Геля, она, в общем-то, тоже с Украины. А не... Да. То есть мы понимаем, что вот этот наш русский мальчик, условно русский мальчик, он тоже не очень понимает, кто он, ну, как и все мы, по сути, да, если копнуть. И тетя Геля у него с Украины, и все, у него приезжают родители, и ему снится сон про то, как все эти прекрасные люди, с которыми он познакомился за неделю отпуска родителей, приходят к нему с подарками. Но потом он просыпается, а оказывается, что это только сон. Вот такая вот книжка, называется «Скажи мне здравствуй». На форзе цеху этой книжки, на той части, которая будет находиться между обложкой и блоком, вот здесь, да, будут такие словарики со словарями основных слов, ну, как основные слова, какие должен знать ребенок. Здравствуй, мама, папа, дом, друг, да, и так далее. Там пять или шесть слов на всех языках, которые мы, персонажи, на национальности, персонажи, которые мы здесь представляем. Вот если у вас есть какие-то такие вопросы, да, предложения, критика, я готова выслушать. Я благодарна школе, меня зовут Виктория, я журналист, что у меня есть возможность сказать вам спасибо, мое самое любимое издательство, и спасибо не только от меня, от моего трехлетнего сына, потому что «Два трамвая оси» по Мандельштампу и наша самая любимая книга. Еще очень прошу издать вот эту книгу про инклюзивное образование, потому что вернусь домой и сразу к коллегам, которые работают в этой сфере, напишу, иначе они будут думать, что я их обманула. И вопрос, кого из российских авторов вам хочется издавать? Ну, я издаю Дарью Вильке, мне хочется ее издавать, я считаю, что она очень хороший автор. Я издаю Екатерину Мурашову, у которой вышли прекрасные, на мой взгляд, книги, абсолютно такие, про гражданское общество. Это класс коррекции, гвардия тревоги, которую мы будем переиздавать скоро. И вообще я хочу сказать, что мы очень заинтересованы в сотрудничестве со школами и с активными педагогами, потому что, помимо всего прочего, нам необходимы дети, которые бы читали для нас русские тексты. Я знаю, что это отличный способ вовлечь ребенка в разговор о том, что нужно, что актуально, и вообще привлечь его к чтению. У нас есть такой опыт с московскими школами, но хотелось бы, чтобы это были и региональные школы тоже. Вот, для нас это очень большая была бы подмога, мнение детей, относительно того, что нужно и что нельзя, или там, что неактуально для них, что актуально для них. Ирина, спасибо огромное за эту презентацию, за подбор правильных книжек, за их хорошую подачу, за такой вид этих книжек, который хочется взять в руки. Хочется взрослому, я уверена, что и ребенок потянется. Это содержание, оно действительно значимо для нас, поэтому мы с удовольствием поможем контактами, может быть, рассылками какими-то, если кому-то интересно, тем более книжки с методиками, я думаю, что это можно использовать и нужно использовать. И вопрос уже в кулуарах, когда начнется кофе-бреки, прошу прощения. И я хочу поблагодарить всех выступающих и обратиться к аудитории. Мы понимаем, что, собственно, содержание может быть разным, и оно, ну и должно быть разным, да, и подача, методики работы с визуальным материалом могут быть разными. Сейчас наша задача была, наверное, обратить внимание на возможности использования этого материала, на возможности продвижения гражданских ценностей через образы. И мне кажется, сама идея совершенно замечательная, у девочек хорошие возможности для дальнейшей работы, и, наверное, нашим участникам тоже будет интересно, что, собственно, будет происходить в рамках этого проекта. Если вы нам будете отправлять какую-то информацию, тоже будет достаточно любопытно, мы можем размещать ее. И больше того, скажу, что у нас даже среди слушателей и участников семинара сейчас есть люди, которые работают с визуальными образами, там совершенно по-разному. Есть Ставропольская киностудия, которая сейчас, наверное, будет представлена. Их проект прошел, собственно, отбор для презентации, ну, демонстрации в Совете Европы. Там будет вскоре проводиться форум, где будут представлены проекты ревитализации демократии. И как раз вот данный проект, он на это направлен, дети в киностудии, которые сами, собственно, практически и создавали, продвигают как раз гражданские ценности. То есть это есть среди нас, да, оно вот здесь где-то витает, но мы не всегда об этом помним, не всегда думаем о том, что с этим необходимо работать. И вот эта сессия лишний повод об этом задуматься. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.